Терпение и труд все перетрут. Девиз героя социалистического труда Маргариты Воронцовой не оригинален, но действенен. Пенсионерке сейчас ни много ни мало 92 года. После Великой Отечественной войны женщина большую часть своей жизни отдала развитию медицинской отрасли. С профессией, уверяет женщина, расставаться было очень трудно. Но даже сейчас она старается держаться в обойме. Маргарита Алексеевна и по сей день лучший медик для своих родных и близких. Дети говорят, нам мама нужна. И в таком состоянии разрешать ей идти на службу врачебную, это просто преступление. Да, конечно, спрашивают, я не отказываю. Маргариту Воронцову лично поздравил мэр крымской столицы Виктора Геев. Он вручил ей высший знак отличия столицы Крыма, звезду славы и почета, цветы и подарки. Кроме того, для людей преклонного возраста в Русском драматическом театре организовали торжественный прием. Причем поздравили не только песнями и танцевальными номерами. Сто ветеранов труда, которые имеют рабочий стаж более 50 лет, получили денежные премии в размере почти 4000 рублей. Пенсионеры не скрывают, торжество вызывает у них контрастные чувства. По их мнению, главное, чтобы помнили и заботились о них не только по праздникам, но и в серые будни. Этот день вроде и радостный, вроде и чуть-чуть и грустный. Радостный почему? Потому что на тебя все обращают внимание. А грустно хоть потому, что ты уже в возрасте. А возраст это тоже с одной стороны и старость, а в то же время и золотая пора, на которой молодежь наша немножко ориентируется и чуть-чуть завидует. Для того, чтобы старшее поколение почувствовало лишь улучшение с присоединением к России, все льготы сохранили. К тому же сейчас в республике активно разрабатывают новые социальные программы для помощи пенсионерам. Перед нами была поставлена задача написать наши субъектовые законы, для того, чтобы инвалиды войны, ветераны труда, которые относились к какой-либо льготной категории, не почувствовали совершенно ни на йоту снижение своих прав и льгот, которые они сегодня получают. То есть нашим пенсионерам, нашим ветеранам-льготникам совершенно не надо приходить в управление соцзащиты, для того, чтобы пересчитывать свою льготу. Все это произойдет автоматически. Праздник пожилого человека не обошел стороной Керчь. В зале культурного центра имени Богатикова – аншлаг. Теплые слова поздравлений, внимание, творческие подарки не оставили равнодушными никого. Перед старшим поколением городская власть отчиталась за проделанную для них работу. На финансирование социальных программ из городского бюджета выделено 6,9 млн. рублей. Республиканская власть ценит и уважает своих героев и делает все, чтобы подрастающее поколение имело достойный пример для подражания. Люди старшего поколения – это золотой фонд страны. Хранители традиций, подающие пример патриотизма, преданности делу – люди великого терпения и оптимизма. Разрешите от имени Сергея Валерьевича Аксенова поздравить вас с праздником и поблагодарить за вклад в развитие своего города. Было и адресное поздравление. Благодаря исполняющему обязанности главы республики Сергею Аксенову, участник боевых действий, моряк-подводник, спасший более сотни жизней Николай Ничипорук, получил в подарок президентские часы. Легендарный керчанин польщен личным вниманием руководителя Крыма. Благодарен всем, кто с вниманием отнесся к тому, что происходило, допустим, со мной как с военнослужащим, бывшим. Я счастлив, что ко мне такое внимание сегодня. Сергею Валерьевичу особенно благодарность, который вплотную занялся с моей фамилией, с моей семьей. Очень благодарна и благодарю за такой ценный подарок. Пожеланий в День пожилого человека обычно не так много. Здоровья, долголетия, а еще внимания. Это именно то, в чем прежде всего нуждаются нынешние герои прошлого времени. Ведь именно они и являются оплодом морального воспитания молодых крымчан. Дмитрий Попов, Андрей Лебедев. Время новостей.